Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Роберта Паттисона. Историю киновселенной DC через пару лет можно будет пересказывать под саундтрек из деревни дураков. Тем более, что на носу еще один горячо ожидаемый мрачный проект Джокер 2, разработка которого уже началась, и стали известны первые детали. О них мы и поговорим в ближайшие пару минут. Начав с того, что официально студия и фильм еще не подтвержден. Но выход Джокера 2 можно на 99% считать фактом, ведь есть сразу несколько тому причин. Во-первых, авторитетный портал Heroic Hollywood, который на днях заявил, что съемки начнутся в следующем году, а первая версия сценария уже готова. Во-вторых, режиссер Тодд Филлипс, который давно говорил, что с радостью поработает с Хоакином Фениксом. Сам исполнитель главной роли тоже выражал интерес к сиквелу, а учитывая, что при бюджете в 60 миллионов проект собрал миллиард, сомнений в том, что DC выделит сиквелу любые ресурсы, нет. Не нужно быть гением, чтобы понимать, что новости о продолжении задержались лишь из-за вируса, и Джокер 2 обязательно выйдет в следующем или позаследующем году. В конце концов, DC надо чем-то отвечать постоянно растущему конкуренту из Дисней. В прошлом году вышло аж 5 сериалов, расширяющих киновселенную Марвел. В 22-м состоится премьера еще четырех ТВ-шоу. Но из-за того, что Дисней плюс нет в РФ, смотреть их придется гораздо позже остальных. Как это исправить? Конечно же, записываться в школу английского Wall Street English, где помогут подтянуть ваш английский настолько, что вы сможете понимать чисто британские шутки Локи, аналогов которым в русском языке нет. Теперь и вы сможете учить английский онлайн в международной школе и с финансовой гарантией результата. Двери онлайн-школы открыты студентам по всей России. Wall Street English позволяет посещать практические занятия с учителями-носителями языка из Канады, США, Израиля и других англоговорящих стран. Это бесплатно в рамках оплаченного курса. Еще одна крутая фишка онлайн-школы – максимально гибкий график занятий. Wall Street English предоставляет расписание онлайн-уроков с 6 утра до 3 ночи. Если вы учитесь и работаете почти без выходных, находитесь в путешествии или отпуске, даже в этом случае вы с легкостью выучите английский онлайн. Прямо сейчас вы можете забрать в описании три полезных подарка. Во-первых, это онлайн-тест, который покажет ваш уровень владения языком. Во-вторых, бесплатный VIP-урок, который поможет освежить ваше знание английского и продемонстрирует онлайн-метод Wall Street English. Ну и в-третьих, это 30-процентная скидка на онлайн-курс английского по промокоду GeekMovies. Получить все подарки от онлайн-школы и начать свой новый путь в изучении английского вы можете по ссылке в описании. Ну а мы для начала пройдемся по фактам. Первый в том, что еще после выхода фильма в 19-м году Тодд Филлипс говорил, что они с Хоакином Фениксом обсуждали идеи для продолжения. Более того, режиссер раскрыл, что в свое время предлагал WB не только Джокера. Филлипс на первой встрече со студией представил целый план по созданию небольшой киновселенной. Она состояла из серии фильмов высокого возрастного рейтинга, каждый из которых был сконцентрирован на определенном персонаже. Как рассказал режиссер, студия идею киновселенной отвергла. Однако выдернула из презентации Джокера и предложила сделать не серию, а именно этот фильм. Так и началась разработка проекта 2019 года. Но не стоит забывать, что изначально Тодд Филлипс хотел снять именно серию подобных фильмов о разных персонажах. Так что считать Джокера каким-то разовым проектом не стоит. В голове у создателя был целый лейбл похожих фильмов. И в этом свете разработка Джокера 2 выглядит логичным шагом. Правда, стоит отметить, что долгосрочного контракта с DC у создателей не было. Филлипс рассказал, что бумаг никаких не подписывал и о сиквеле придется договариваться заново. С тех пор утекло много воды и из-за ситуации в мире всем, разумеется, было не до Джокера. Сиквел из инфополя исчез и разве что Хоакин Феникс не раз отмечался интервью, где говорил, что с удовольствием вернется. К счастью, жизнь налаживается и кино начинает собирать хорошие деньги. И новости о проектах растут как грибы. Heroic Hollywood, издание далеко не желтушное, заговорило о том, что первая версия сценария уже готова и лежит на столе у братьев Ворнеров. А съемки из-за загруженного графика всех участников начнутся в 2023. Что в целом не так уж и страшно. Если что, первую часть отсняли всего за 12 недель, а процесс постпродакшена занял примерно столько же. Весь графики в фильме не было, и выпускать такие фильмы не так уж и сложно. Так что теоретически, если ребята начнут работать в начале следующего года, то спокойно могут и выйти в следующем же году. К примеру, осенью, как это было с первым фильмом. Ну а мы пока вернемся к фактам. Каким будет сценарий? Разумеется, информации об этом нет. Есть лишь крупицы данных, которые упоминали в интервью режиссер и актеры. Пожалуй, самое главное в том, что Бэтмена в сиквеле не будет. Тодд Филлипс не раз делал на этом упор. Да, в первой части был Брюс Уэйн, и спустя какое-то время Бэтменом он должен стать. Но в интервью на одном из кинофестивалей режиссер пояснил, что в центре любого сиквела все так же будет Артур Флэг. А Брюс был в фильме только из-за сюжетной линии о гипотетическом родстве персонажей. Как такового явного злодея не было и в первом Джокере, а значит и в сиквеле ожидать его глупо. Также режиссер прошелся и по Бэтмену Роберта Паттисона. Теоретически, несмотря на разницу в возрасте и таймлайнах, киновселенные можно было свести вместе. В конце концов, мультивселенные сейчас в моде, и отправить Хоакина Феникса в фильмы Мэтта Ривза проще простого. Но Тодд Филлипс опроверг всякую связь между франшизами. Джокер 2 все так же продолжит оставаться независимым и замкнутым на себе. Что логично, если вспомнить планы режиссера на целый лейбл мрачных фильмов о злодеях. Да и киновселенная DC за последние годы такого со своими персонажами наворотила, что лучше этот клубок лишний раз и не трогать. До сих пор не до конца ясно, что в ней канон, а что нет. Так что лучше Паттисону и Фениксу развиваться по отдельности. Учитывая все эти факты и концовку первой части, в фанатском сообществе возникла самая популярная на данный момент теория о сюжете. По итогам оригинала Джокер оказался в лечебнице Аркхэм. А значит и события сиквела в ней можно развернуть, показав других злодеев DC с реалистичной и мрачной стороны. К примеру, поместив рядом с Джокером какую-нибудь поехавшую версию Пугала или двуликого Харви Дента. Ведь буквально несколько лет назад почти аналогичный фильм хотел снять Бен Аффлек. Его отмененный сценарий погружал Бэтмена в депрессивную атмосферу Аркхэма и разборки с суперзлодеями, которые в нем содержатся. Упоминалось даже, что весомая часть сюжета была посвящена теме безумия и тому, как Темный Рыцарь начинает сомневаться в своей адекватности. Джокер 2 может пойти под той же дорожки, только с поправкой на отсутствие смешных костюмов, CGI-драк и супергероев. Вторая популярная версия сценария в том, что Джокер Хоакина Феникса не настоящий. Еще с выходом оригинала были теории, что эта версия злодея является своеобразным прото-джокером. Ведь фактически Артур Флэг не был даже злодеем. Это просто сломанный человек с проблемной психикой, застреливший парочку людей и случайно поднявший восстание. Историю первой части можно трактовать как оригин персонажа, который позже огрубеет и станет реальным Джокером. Но в то же время многие считают, что Хоакин Феникс показал нам вдохновителя всех Джокеров. Масло в огонь подлил режиссер, который в одном из интервью не стал отрицать историю. Тот Филлипс вообще прямым текстом заявил, что возможно Артур Флэг это не Джокер, а человек, который вдохновил Джокера. Возможно, все события фильма вообще выдуманы и являлись той самой шуткой, которую никто не понял. Раз сам режиссер теорию не отрицал, фанаты пошли дальше. И предположили, что в сиквеле мы увидим настоящего Джокера. Якобы Артур Флэг столкнется с тем самым последователем, что открывает забавные возможности сюжета и взаимодействия обычного парня Артура Флэга с проблемной психикой и настоящего отбитого психопата Джокера. История зашла так далеко, что на зов фанатов откликнулся сам Уильям Дефо. В недавнем интервью он поделился своим взглядом на сиквел. По его словам, было бы здорово представить в нем персонажа, который имитирует все, что сделал Джокер в первой части, поставив Артура Флэга в необычную ситуацию, где в итоге мы получим не битву двух Джокеров, а их странные взаимоотношения. К сожалению, это не какой-то инсайт. Дефо заявил, что ни с кем по этому поводу не общался, и это его личная идея, о которой ни тот Филлипс, ни Хоакин Феникс не слышали. Однако тут же Уильям шутливо дал понять, что с радостью сыграет такую версию Джокера. Ведь каждый второй встречный фанат постоянно намекает ему об этом. Дефо и правда выглядит идеальным попаданием в персонажа. Было бы здорово посмотреть, как его берут в фильм, к примеру, с санитаром в Аркхэме, где он общается с Артуром Флэком, перенимает его манеры, начинает копировать и слетает с катушек, устраивая в Готэме очередную вечеринку. Что, в свою очередь, заставляет Артура грустить, ибо о нем все забыли. Сама идея Джокера в комиксах в том и заключается, что, в отличие от других персонажей, его истории никто не знает. Есть сразу несколько вариантов, а некоторые комиксы и вовсе подтверждали наличие сразу нескольких версий Джокера. Было бы здорово обыграть эту идею и в кино. Ведь, так или иначе, Джокер-верс в любом случае намечается. Мэтт Ривз, по слухам, присматривается к Барри Кеогану в образе Джокера для будущих фильмов с Робертом Паттисоном. В слухах мелькают Джонни Депп и тот же Уильям Дефо, а сиквел Хоакина Феникса на подходе. Из уравнения можно вычеркнуть разве что бедного Джареда Лето. Его из DC точно выпнули. Ибо даже Джеймс Ганн, который сейчас рулит злодеями основной вселенной, сразу заявил, что интереса к Джареду Лето и Джокеру у него нет. Ганну больше интересны малоизвестные персонажи, и в основной вселенной история Лето закончилась с расширенной версией Лиги Справедливости. Ну а в дополнительных вселенных Джокера и так будет два. Так почему бы не добавить к ним третьего? В конце концов, мы живем во время, когда студии любят исполнять мечты фанатов. А Уильям Дефо, благодаря Нет пути домой, вернулся на вершину. И раз актер публично говорит о желании сыграть Джокера, можно ожидать, что DC за такого голубчика ухватится обеими руками. Но в любом случае, подход, который студия применяет к Джокеру 2, выглядит адекватным. Никто с сиквелом не спешил, ребята хотят вернуть всю оригинальную команду и не стараются поставить франшизу на рельсы, как это сейчас часто бывает. Так что есть все основания полагать, что Джокер 2 сможет повторить успех оригинала. А верите ли вы в это? Мы будем рады вашему мнению в комментариях. Ну а у нас пока все. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok